Здравствуйте, меня зовут Михаил Леватьев. Это проект «О том и речь». Герои нового выпуска, активисты студенческого патриотического клуба ОГУ «Я горжусь». Признаюсь честно, эта работа лично для меня была сложной и непривычно долгой. Сложной, потому что все по-разному понимают слово «патриотизм». Для меня патриотизм – это не столько эмоция, под которой подразумевается любовь к своей родине, сколько эмоция, помноженная на знание и осознанность. Человек должен осознавать, за что он любит и ценит свою страну. Ну а долгой, потому что хотелось найти такие форму и слова, чтобы наша история получилась интересной и цельной. Мы решили предоставить слово активистам клуба «Я горжусь», чтобы они сами рассказали о своем становлении и победах, о том, что для них патриотизм и каким он может быть. И очень символично, что этот рассказ от первого лица мы презентуем вам в канун Дня народного единства. История нашего клуба началась в 2021 году. В августе 2021 года ректор, на тот момент исполняющий обязанности ректора Сергей Александрович Мирошников ездил в Москву и было подписано соглашение с Ассоциацией студенческих патриотических клубов о создании первых 20 пилотных проектов. В том числе в этот пилотный проект вошли ему наш Оренбургский государственный университет, студенческий патриотический клуб «Я горжусь». То есть история началась с 2021 года, мы начали набирать ребят. На тот момент руководителем клуба от студентов была Владислава Шушкевич. Начали-начали потихонечку, ребята начали подтягиваться в клуб. На данный момент в клубе у нас около 600 человек, но не все, конечно, принимают активное участие. Активистов в основном это 20-30 человек, таких проверенных ребят, которые с нами прошли огонь и воду, участвовали в разных мероприятиях. То есть такие активисты наши звездочки, скажем так. На мой взгляд, главная миссия клуба – это нескучный патриотизм, как это бывает. Вот когда мы студентам говорим, даже на лекциях, да, вот патриотизм. И, как правило, это вызывает даже некое отторжение, да. Ну, сейчас мне будут опять говорить про любовь к родине, да, это все скучно. Но на самом деле патриотизм может быть совершенно в разных направлениях. То есть это абсолютно не скучное мероприятие. То есть патриотизм – это и спорт, где наши активисты могут проявить себя. Патриотизм – это и духовно-нравственное воспитание. Патриотизм – это и разные проекты. Хочешь ты быть в интеллектуальных проектах – пожалуйста, да, это, например, проект «Бессрока давности». Это и героико-патриотическое направление, всевозможные проекты о героях, волонтерах, спортсменах. То есть наша задача – развитие активиста, студента в разных направлениях. Он может себя найти здесь, да, в всевозможных проектах. И это может быть не скучно. Для меня патриотизм – это банальная любовь к родине, но также для меня патриотизм – это умение как-то донести до людей, что вы можете увидеть этот патриотизм везде. Но мы с ребятами стараемся, вот опять же, показать, что патриотизм – он не только образовательная тема. Это еще и творчество, это фотографии, это кинофильмы. И когда ребята приходят, понимают, что мы проводим какие-то интересные мероприятия, которые связаны с патриотизмом, они с нами остаются. Я надеюсь, что в дальнейшем к нам еще больше ребят присоединятся, потому что мы стараемся. Ну, для меня лично патриотизм – это любовь к своей родине и слова, которые подкреплены действиями. То есть одной любви, мне кажется, здесь мало, нужно еще и что-то делать. И вот именно патриотический клуб этим и занимается, собственно. Мы не просто говорим о патриотизме, мы показываем его действиями, нашими встречами с людьми, которые делают большое дело, различными другими мероприятиями. Кроме мероприятий, как таковых каких-то, к примеру, встреч со спикерами и так далее, мы еще организуем поставки гуманитарной помощи, помогаем, по крайней мере, собирать ее. И для меня, как патриотизм, он заключается в этом, то есть в помощи сейчас нуждающимся нашим военным, в чем-то самым обычным, возможно, где-то в одеялах, где-то в балаклавах, где-то вообще в какой-то мелочи. И для меня оказание такой хотя бы небольшой помощи является вот самым, что ни на есть, актом патриотизма. Вот все пытаются воспитать патриотизм правильно, это не воспитывается, с этим я считаю, что рождаются. Потому что я всегда радовалась 9 мая, то есть для меня это вот колышется сердце, все, для меня это живые эмоции. Люди имеют право получить какие-то определенные эмоции, каждый человек получает свои эмоции от наших мероприятий. Кто-то себя находит, кто-то нет, кто-то уходит, поэтому я считаю, что да, скорее всего все. То есть, ну, в ком нам получится зажечь этот огонь, разжечь это пламя и подарить эту любовь, тепло, уюту. Мне кажется, что патриотический клуб — это одна из таких интересных общественных частей жизни, и без нее как будто бы и невозможно жить. Самым ярким событием для меня все же будет наша победа в рейтинге ассоциации. Когда мы поехали в Москву, мы полгода работали, каждый день практически делали мероприятия какие-то. И вот ты когда вот слышишь, когда говорят, что студенческий патриотический клуб, я горжусь, ОГУ занимает первое место в рейтинге среди больше 400 клубов, там целый актовый зал твоих соперников, и тебе все аплодируют, и вы выходите на эту сцену, наконец-то получаете приз. Мне кажется, это самое главное событие. Самое яркое событие для меня тогда, когда приходят новые ребята, как для координатора клуба. Да, безусловно, победа важна, да, безусловно, мы принимали участие в проекте «Я горжусь» наставник, и ребята защищали проекты, это тоже был очень важный проект. Но для меня, еще раз хочу сказать, когда приходят новые лица, яркие лица, ребята с эмоциями, у которых горит глаз, им хочется участвовать в наших проектах, да, вот это, пожалуй, самое главное. А победа – это уже все вторично, это все будет. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!